Спонсор сегодняшнего выпуска браузер на MMORPG Genesics. Создайте своего героя в постапокалиптическом мире, где всеми управляют нанороботы. Выбирайте одну из четырех профессий, сражайтесь с другими игроками в дуэлях или групповых битвах на интерактивных картах в лучших традициях бойцовского клуба. Исследуйте пустоши в стиле Fallout, чтобы напинать задницы киборгам. Занимайтесь добычей ресурсов или взломом и перепрограммированием микрочипов. Станьте доктором или киллером. Заходите на genesics.ru и играйте. Ссылка в описании ролика. Начало 90-х это, пожалуй, самое яркое время в истории видеоигр. Доля Nintendo в игровой индустрии начала понемногу сокращаться. Этому поспособствовали множественные антимонопольные судебные иски против большой N. Sega вовремя выкатила свою 16-битную систему с агрессивной рекламной кампанией, и разработчики осмелели до того, чтобы выпускать свои игры не только для консолей Nintendo. Дело в том, что во времена NES такие ограничения были, а учитывая, что Nintendo контролировала в США всю индустрию от разработчиков и до мелких магазинов, попасть в немилость такого гиганта было равносильно краху всей компании. Поэтому после падения железного занавеса многие студии аккуратно выходили на новую платформу. Хотя некоторые, вроде Capcom и Acclaim, почти сразу начали выпуск своих игр для обеих приставок. Konami относилась к первым, к аккуратным. Они старались выпускать совершенно разные игры одних и тех же серий для SNES и для Megadrite. После The Hyperstone Haste и Castlevania Bloodlines можно было браться и за контру. Облик этих игр во многом был определен как раз-таки рекламной компанией Sega. На Nintendo выросло уже целое поколение игроков, и игры для ее консолей воспринимались не иначе, как классикой. Поэтому игры для 16-битной Sega были с чем-то новым, агрессивным и рвущим все прежние шаблоны. Такой вышла и новая Contra. Contra Hardcore. По перечисленным причинам, новая игра не могла быть прямым продолжением серии и уж тем более называться Contra 4. Тем не менее, разработчики все же немного схитрили, позаимствовав некоторую графику и геймплейные элементы, появившиеся в третьей Contra. Contra Hardcore, да, именно так правильно читается это название, во всех регионах вышло примерно в одно и то же время. Поэтому довольно трудно выделить какую-то наиболее правильную и оригинальную версию. Тем не менее, самой первой вышла американская версия. Это был август 1994 года, и именно ее я считаю самой лучшей. Так что о различиях версий поговорим в конце выпуска, а сейчас я расскажу об игре и почему именно американская. В этот раз никакой начальной заставки не предусмотрено, и все подробности по старинке описаны в инструкции. Действие происходит спустя 5 лет после Alien Wars. В третьей части игры. То есть получается в 2641 году. Человечество только-только начало приходить в себя. Города, где выжили люди и сохранилась еда, быстро превращались в очаги беспорядков и преступности. Все это усугубилось стремительным развитием генной инженерии и внедрением киборгов. Для противостояния нарастающей угрозе правительство создает команду элитных войск. Люди помнят события инопланетного вторжения, которое произошло 5 лет назад, и ребят, которые тогда встали на защиту планеты. И в честь них называют эту самую команду Hardcore. И именно сейчас, в дни праздников, когда жители постарались хоть как-то украсить город, силы зла приводят в действие свой план. Кто-то взломал систему защиты города, запустив массивную атаку на население. И получив приказ уничтожить обезумевшие машины, команда Hardcore выходит на задание. Это не все, что касается сюжета. Остальные детали будут раскрываться по ходу игры, между миссиями. К тому же, сюжет в Hardcore нелинейный и зависит от действия игрока. Да и вообще, в этот раз все совсем иначе. Первое, что бросается в глаза, это главные герои. Впервые в серии Contra можно выбирать, за какого персонажа играть. Впервые играбельных персонажей четверо. Впервые появляется герой-девушка, герой-робот и герой-мать его-волк. У которого одна рука заменена металлическим протезом, а вместо другой торчит машин-ган. Увидев такое, трудно будет остановить свой выбор на Рэй Пауэрде. Простом мужике, призванном навевать воспоминания о стариках Билли и Ланси. Кстати, фамилии персонажей можно узнать только из инструкции. Здесь же есть их краткая биография. Когда-то Рэй был лидером кучки молодых преступников, прежде чем его приняли в отряд. Это самый сбалансированный персонаж, и им проще всего начинать знакомиться с улицами города, охваченного беспорядками. После выбора героя начинается небольшой брифинг, повторяющий последние строчки из сюжета в инструкции. И вас отправляют разбираться с последствиями взлома городской системы безопасности. Темп хардкор задает моментально бронированный фургон, сходу уничтожает огромную многоножку робота и несколько более мелких врагов. Врезается в раздолбанную тачку, и ваш герой вылетает на дорогу прямо через лобовое стекло. Все это настолько динамично, что разбивающееся стекло я смог увидеть только когда смотрел замедленную запись геймплея. Самый первый уровень, хоть и довольно простой, но вначале на экране творится такая каша из-за бесконечно выбегающих из-за экрана врагов, что даже опытный игрок тут может легко потерять жизнь. Между прочим, такая же ситуация была и в первом уровне третьей Контры. Эти игры вообще есть за что сравнивать, и сегодня я к этому еще не один раз вернусь. В основном из-за того, что у нас многие обожествляют Контру Хардкор, хотя совершенно не понимают, что она заимствовала у предыдущих частей, а какие элементы действительно были новинкой в серии. Возвращаемся к первому уровню. Во время всего этого хаоса на экране происходит и первое знакомство с пауэрапами. Здесь новичок, скорее всего, потеряет вторую жизнь, потому что к местному оружию еще нужно привыкнуть. Всего их 4 штуки. В слоте A в начале игры находится стандартный машинган, который можно улучшать, взяв A с крылышками. У Рея это, к примеру, лазерный машинган. Между прочим, лазер еще никогда не был настолько крутым в Контре. Второе оружие, которое можно получить в этом месте, занимает слот D. И у Рея это самонаводящиеся ракеты. При этом вы можете таскать с собой одновременно все 4 ствола и в любой момент менять их по своему желанию при помощи кнопки A на контроллере. Теряя жизнь, вы теряете только выбранный ствол, а все остальное добро остается при вас. Пятый слот предназначен для бомбы, такой же, как и в Контре 3, но с ними тут тяжелее. Кстати, то, что бомбы здесь находятся в отдельном слоте для оружия, объясняется очень просто. Управление создавалось для трехкнопочного контроллера Сеги, и помимо стрельбы и прыжка остается лишь одна кнопка для смены оружия. Отсюда и такая система. Так вот, в Alien Wars после каждой смерти вам давали один заряд, а дополнительные периодически пролетали мимо. А здесь такое счастье, как правило, попадается всего один раз за уровень, а начинаете вы вообще без зарядов. Но это компенсируется уроном, который наносит взрыв. В Hard Corps можно здорово сократить время битвы с боссом с помощью всего одной такой бомбы. Кстати, о боссах. Тут их неприлично много. Где-то в середине уровня, проделав дыру в одном из домов, на дорогу вылезает первый мини-босс игры. Победить его очень просто, но это не та игра, где можно расслабиться после победы. Робот внезапно ускоряется, и новичок потеряет здесь третью жизнь, за что получит геймова и потратит первый континью. А мы идем дальше, прямо по разрушенным домам. При виде такой картины становится не по себе, ведь этот парень выжигает города, и рост его выше, чем то здание, на котором я стою. В связи с чем, мне кажется, было ошибкой делать этого босса настолько легким. И что, это еще не конец уровня? Был уже мини-босс, большой босс. Что дальше? Дальше можно уже в спокойной обстановке познакомиться с оружием B и оружием C. Это классический крэш-ган и спред-ган. Собственно, как я и говорил, у Рея все оружие соответствует канонам контры, и это наиболее сбалансированный и привычный персонаж игры. Последний, третий босс уровня находится на очередной крыше, и тут игра возвращает вас к сюжетной линии. Это не просто робот, внутри брони кто-то находится, а на середине боя этот парень разрезает здание пополам. Это еще один плюс в копилку крутизны этой игры. Разработчики при помощи деталей всегда пытаются показать, насколько могущественен ваш противник, что в свою очередь дает возможность игроку почувствовать себя очень крутым, когда удается с ним справиться. Ах да, подкат. Одновременное нажатие вниз и прыжка позволяет не только изящно уворачиваться от атак врага, но и наносить ему урон, находясь при этом полностью неуязвимым. Не иначе, как у Мегамена позаимствовали. После уничтожения робота из него вылезает террорист-киборг Дедай Джо, или Джо Мертвый Глаз, или Мертвоглазый Джо. В общем, знакомьтесь, этот парень играет здесь не последнюю роль, но пока мы о нем знаем немногое, а он еще и сваливает на джетпэке, в то время как начинается атака на исследовательский центр, и местный доктор просит о помощи. И на этом месте именно перед игроком встает выбор, какой уровень проходить следующим. На этом месте происходит сюжетная развилка, которая напрямую влияет на концовку игры и успешность всей будущей миссии отряда Хардкор. Я нарочно рассказал о первом уровне так подробно. Важно понимать, что эта игра буквально за 5 минут геймплея порвала все шаблоны серии, но при этом осталось контрой. Пускай не той самой, но именно контрой. А пока вернемся к главным героям. Шина и Транцы. Жестокая воительница, мастер партизанской тактики и вообще не женщина, а целый отряд, судя по написанному в мануале. Но на деле она самый слабый персонаж за счет своего нелепого оружия. У нее классный машингам, дурацкий гранатомет, малополезный лазер и очень крутое с виду, но очень слабое самонаводящееся лазерное ружье. Брэд Фэнк. Продукт генной инженерии и киборгостроения. Похож на Волка, однако нигде нет точного подтверждения этому. Его машингам невероятно крут за счет того, что он покрывает огромные площади, если стрелять через весь экран. Все остальное оружие жарит всевозможными адскими напалмами. Вблизи и очень мощно, на расстоянии и чуть менее мощно, и огнестрельно и с переменной мощностью. Нет, правда, оружие Ди само по себе слабое, как выстрел из водяного пистолета. Но если кнопку зажать и накопить мощности, значит скоро кому-то прилетит снаряд из атомной базуки. Оружие Фэнга можно описать одной фразой «все или ничего». Либо вы знаете, где стоять и куда палить, и проходите боссов как нечего делать, либо отхватываете, теряете драгоценный ствол, и теперь все будет сложно и долго. Еще одно разрушение стереотипов в контре — это рост персонажей. Фэнк выше, чем Рэй и Шина на целую голову. И поэтому нужно играть гораздо осторожнее, иначе именно в эту голову будет постоянно что-то прилетать. И привычные места, где можно было спокойно отсидеться в окопе, отстреливая врагов, превратятся в менее комфортное ползание по земле и гораздо большую опасность. Последний герой Брауни, наоборот, очень маленький, да еще и имеет двойной прыжок с последующей левитацией, что делает его самым любимым персонажем многих фанатов контр-хардкор. За него банально проще всего играть. Брауни — боевой робот модели CX-1DA300. Все его оружие — это невероятный абсурд, хоть и очень веселый абсурд. Победный лазер в форме V, рассыпчатый бумеранг, электромагнитное самонаводящееся Йо-Йо и щит прямо как у Вудмана из второй части Мегамэ. А теперь возвращаемся к Рэю и выбору уровня. Когда я играл впервые, любопытство одержало надо мной верх, и я плюнул на доктора и побежал выяснять, кто же такой этот мертвоглазый Джон. В этом варианте вас ждет уровень с ездой на мотоцикле, как это было опять же в Contra 3 в четвертом уровне. После первого босса вы догоняете Джо, скоростное шоссе внезапно заканчивается, но здешний мотоцикл не так прост. Это мотороид, который способен не только ехать, но и может бежать своими андроидскими ногами прямо по бездорожью. Еще один босс и новый срыв шаблонов. Битва с еще одним роботом мертвоглазого в стиле гоночных игр того времени, только с видом спереди, отчего создается офигительный эффект погони и смертельной опасности. Совсем забыл рассказать вам про второй режим стрельбы, тут он также есть. Зажимаем кнопку B и нажимаем A. И вот вы уже можете стрелять по диагонали, стоя на месте. Вот тут как раз очень удобно. В этом варианте Дэдай Джо самоуничтожается, но он успел отнять у вас драгоценное время, и его комрады заполучили в исследовательском центре инопланетную клетку. Иными словами, дела наши пошли хреново. Через три дня таки удалось установить личности местоположение хакера, который поломал защиту города. И это некий Нойман Каскейт. Судя по фотографии, у парня напрочь отсутствуют шея и плечи. Ох уж это будущее. Скорее бы оно наступило, я бы себе встроил еще одни локти. Ну и раз уж этот парень устроил свое убежище в огромной мусорной свалке, то придется немного запачкаться. Охранники убежища хакера и мусорный робот-страж прилагаются. Дойдя до самого убежища, мы узнаем страшную тайну о том, что у Ноймана таки есть плечи, и на той фотографии он просто плохо получился. А также то, что этот псих готовился и создал тут целую виртуальную зону, где он может творить все, что хочет. То есть вообще все, что хочет. Например, рассказать гороскоп на следующую неделю необычным образом. После игреч с овным, стрельцом и близнецами вы уже будете прокручивать в голове, чем же будет удивлять местный водолей и в какое неудобное положение поставит вас рак. Но нет, этот парень резко меняет тактику и начинает атаковать фигурами из пиратского тетриса, а затем собирается в танк и вертолет. Все это, конечно, очень бредово, но с точки зрения видеоигр того времени такие трансформации были редкостью и смотрелись довольно круто. Нойман, конечно же, сдает лидера всей заварушки, и это полковник Бахамут. Он герой тех самых инопланетных войн. Оказывается, не одни только Билл и Ланс тогда спасали Землю. Но два года назад этот парень задумал переворот с целью свергнуть правительство. Он хоть и был остановлен, но успел сбежать. Трячется полковник в джунглях. А значит, пора навестить классическую локацию и узнать, что придумали разработчики на этот раз. А придумали они стадо бешеных мартышек, адских москитов, еще несколько веселых боссов и долбаного динозавра! Нет, серьезно, ну что это такое? Пожалуй, самая необъяснимая часть всей игры. В конце уровня будет самый нудный босс в этой контре. Даже научившись быстро побеждать его три стадии, вам все равно придется долгое время двигаться вместе с ним от одного места к другому. Ладно, не будем заострять внимание на мелочах, двигаем по сюжету. Дальше новый сюжетный поворот. Доктор оказывается предателем. Правительство не давало ему проводить эксперименты над инопланетной клеткой, а Бахамут, видите ли, молодец и помогает светлому ученому уму не сидеть без дела. После пламенной речи вы остаетесь с ним один на один. Но если не брать в расчет еще 13 стволов, направленных в вашу сторону, и принимаете очередной выбор. Сражаться до конца или отступить и принять бой позже. Отступив, отряд перегруппировывается и идет в наступление на обиталище Бахамута, которое вот-вот взлетит на воздух, а доктор превращает спасающихся солдат в омерзительных мутантов. Ужасное место. Прохожу его только если удалось сохранить самонаводящиеся ракеты к этому моменту. Действие происходит в здании невероятно высокой космической станции, где по дороге придется расправиться с доктором и его неприятной хреногой хреновиной. Станция настолько высокая, что последний этаж находится прямо в космосе, где открывается красивый вид на Землю. И все было бы классно, но любоваться им вам помешает Бахамут, который вместе со своей новой игрушкой собирается превратить планету в пепел. Мало того, он запускает разрушительный снаряд и наносит первый удар. А еще полковник объединяется с этой ужасной тварию, созданной с помощью инопланетной клетки. Бой не будет легким, а концовка выйдет печальной. Потому что главным героям Коти удалось спасти планету, но пришлось пожертвовать своими жизнями. На этом моменте можно сказать, что вы прошли контр-хардкор. Но то, что вы знаете игру вдоль и поперек, нельзя. Помните те самые две развилки после первого и четвертого уровней? Если вы не проверите, что там, то не увидите еще шесть уровней этой игры и несколько других концовок. А учитывая наличие еще трех играбельных персонажей, самое время вспомнить и о них. Если вы принимаете решение биться до конца, Доктор начинает скрещивать все, что движется, и эти прекрасные создания, конечно же, кидаются вас атаковать. Затем он погибает от очередного своего эксперимента и выходит из игры. Из-за чего Бахамут не может справиться с последствиями экспериментов над инопланетной клеткой, и вы попадаете в классический Босс Раш уровень со всеми нашими старыми знакомыми. Сначала идет усложненный Имперор Димон Дрэгон Год Джава, затем удвоенный Шэдоу Бист Кимку и сама Императрица женская версия Имперор Димон Джава. Слово, без макияжа она выглядит совершенно отвратительно. С последующим добиванием классического сердца всего инопланетного зла в компании двух глазастых шаров-затейников, очень напоминающих последнего босса третьей части. По итогам Бахамут улетает, но обещает вернуться. Снова не самая лучшая концовка, зато мы встретили старых знакомых и посмотрели на классический полет вертолета в конце. И если же после первого уровня плюнуть на Джо и кинуться спасать доктора, то вас также ждет мотороид и поездка по шоссе в другую сторону. Уровень хоть и выглядит динамично, но в основном он какой-то жиденький и пустой. Зато именно здесь появляются подробности об инопланетной клетке. Оказывается, она была получена пять лет назад после уничтожения главного пришельца, насколько я понимаю, из самого Ред Фелкона. А также здесь еще два возвращающихся босса. Это рокет-нинджа, прости господи, Сасаки и роботизированная версия императора Джаббы. Это один из самых простых боссов в игре. Странно, что именно его поместили на обложку. Не правда ли? После этой версии второго уровня вы также мчитесь разбираться с хакером, а затем в уровень с динозавром. И в этой версии оказывается, что тот самый нудный босс управляется не сам по себе, а внутри него наш старый знакомый мертвоглазый Жора. Ведь в этой ветке он остался жив и готов пакостить дальше. И после поражения можно заметить, как реактивный Георгий снова сматывается на своем не менее реактивном ранце. А далее тот же самый диалог и тот же самый выбор. Выбор тот же, а вот результат. Слово «сорендер» может переводиться и как «отступить», и как «сдаться». И в этом случае вы именно сдаетесь доктору. Вас хватают и запирают в вагоне военного поезда, а помощь приходит не откуда-нибудь, а от Джо, который якобы мотивирует это тем, что спасает только ради того, чтобы потом прикончить. Но вместо этого выдает ствол и тут же сматывается. И что это, черт возьми, было? Уровень довольно короткий и интересный, но не последний. Впереди новая беспощадная череда боссов. Последняя машина Джо. Затем доктор, которого Бахамут превращает в мерзкого жука-мутанта, потому что эксперименты с клеткой пошли как-то не так. Ну и сам полковник, подвергнутый тем же экспериментам. Он мутирует по ходу битвы во все более и более странные создания. Последняя стадия – совершенно невообразимая форма инопланетного сердца, окруженного бешеным полем из человеческих голов. В общем, не пытайтесь экспериментировать с инопланетными формами жизни дома. В этой концовке можно выглядеть отсылку к концовкам из серии Castlevania, от той же Konami, и прекрасную анимацию с поездкой на мотороиде. Если же согласиться биться до конца, то вы выбрали наиболее сложный, долгий, но правильный путь в игре. Но для начала нужно разобраться со зверинцем доктора, и затем уже узнавать, где находится настоящее убежище Бахамута, и добираться туда по воде. В еще одном уровне, состоящем в основном из одних только боссов. Вообще, вся игра – это один очень большой и очень крутой босс-раж, приправленный небольшим количеством обычных врагов. И нужно сказать, боссы тут вышли на совсем другой уровень. У многих по две, а то и три формы. Вы будете лазать по стенам и потолкам, боссы будут шатать платформу под вашими ногами, качаться на качелях, догонять и останавливать пояс. Вот этого босса вообще невозможно не любить. Чего только стоит финальная сцена этого уровня. Причем нахождение подхода к каждому из боссов играет очень большую роль. Подобрав правильную тактику персонажа и оружия, можно вообще не узнать, что этот огромный робот еще и кидается машинами. А самая сложная форма нудного робота легко убивается с помощью брауни из-за двойного прыжка и маленького роста. Вернемся обратно на воду. Пока вы будете плыть на катере и водной версии мотороида, вы столкнетесь с тремя совсем простыми боссами. Но добравшись до острова, эти твари будут собираться в еще три версии огромных и нелепых роботов. Особенно остерегайтесь снарядов из задницы птицы робота. В самом штабе полно простых солдат. Они даже удивят вас чудесами групповой акробатики. А потом полковник внезапно предложит вам вместе править миром. И если вы согласитесь, то получите самую плохую с геймовером вместо титров, но все же концовку. Но стоит отказаться, и Бахамут с удовольствием продемонстрирует вам свою боевую клешню и все ее возможности. А пока вы тут теряли время, в небо взлетает ракета с инопланетной клеткой. И когда она приземлится, на земле начнется настоящий мутагенный ад. Что ж, вперед за ракетой! О нет, только не ты! Это единственная ветка, где Джо переживает своего командира. Но он все равно лезет в бой. Победить его не так уж и сложно. А то, что происходит дальше, просто невероятно атмосферно. Герой поднимается по летящей ракете, внутри которой творятся безумные слияния земной и инопланетной жизни. Все эти жуки, отростки с летающими паразитами, плюющие огнем черви. Но самая адская хреновина, конечно же, в самом конце. Я боюсь, на нашей планете не придумано достаточно слов для описания всех этих созданий. Но только победив огромный инопланетный фалос, можно быть спокойным за судьбу Земли и привести отряд под названием Хардкор к настоящей победе. Но есть еще секретная концовка. Она абсолютно долбанутая и упоротая. Но она есть. Если в третьем уровне прямо перед логовом хакера забраться на стену, то вы встретите странного персонажа, который предложит заработать деньжат на боевой арене. И если согласиться, то вас ждет три самых странных босса-контры за всю ее историю. Первым будет симбиоз Саймона Белмонта из Каслвеннии и стиля популярного японского исполнителя по имени Масато Шимон. Босс будет под ремикс трека Vampire Killer избивать вас с хвостом и кидаться рыбой, как это делает боевым хвостом Саймон в костле. Второй босс это мамаша-гоблин с ребенком-слизнем в коляске с ракетницей. А затем на арене вообще открывается портал из другого измерения, откуда появляется опасный шар убийца. Ну в общем вы поняли. Только портал закрываться не успевает и вас засасывает прямо туда. До исторические времена. Интересно, как у них тут сосуществуют примитивные мартышки и вот такие создания? Через некоторое время вы становитесь местным королем с женой-обезьяной. Даже если вы играли шиной. Конечно, эта концовка сделана исключительно для веселья, а не для того, чтобы опошлить все каноны серии. И вместе с ней мы получаем шесть разных смысловых концовок. А если учесть, что графически все они выглядят по-разному, если играть за разных персонажей, то тут можно получить 24 визуально разных эндинга. А ведь играя вдвоем, можно и вместе на троне посидеть. Кстати, об игре с напарником. По личному опыту могу сказать, что это, пожалуй, первая контра, в которой не надо полностью переучиваться играть в зависимости от того, с напарником ты или один. Все очень здорово и лаконично, только оружие нужно грамотно распределять. Если вам все еще непонятно, то Контра Хардкор это великолепный экземпляр, как в серии Контра, так и в жанре Run'n'Gun в целом. Да, она довольно необычная. Тут перебор с боссами и сумасбродностью. Но все равно, вместе со всеми новинками, которые она принесла в этот жанр, с офигительным техно-саундтреком, созданным при участии самого Акиры Ямаоки, авторе легендарного саундтрека Silent Hill, эта Контра занимает почетное место в списке самых лучших игр для Genesis и Mega Drive. Через месяц игра выходит в Японии под названием Контра The Hard Corps и с крутой обложкой в стиле аниме. В ней бесконечные континью, три щиткода и даже хелсбар. Вы можете поймать целых три пули, прежде чем потеряете одну жизнь. То есть американская версия снова здорово усложнена, но в этот раз у меня к ней совершенно нет претензий. Потому что японская из-за этих изменений играется настолько проще, что вы вообще не почувствуете духа Контры в этой игре. Когда жизней так много, становится плевать на тактику, на осторожность и весь игровой процесс ценится гораздо ниже. Ведь игру можно без проблем пройти с первого раза, стоит лишь немного постараться. Именно эта версия чаще всего попадалась на наших прилавках 15 лет назад. И именно к ней привыкли у нас. Поэтому зачастую ругают оригинальную версию за высокую сложность. Хотя проблема-то в вас, мои дорогие. В общем, я убираю хардкор, прокачку скилла и понятные слова в сюжете. А вы оторвите задницу от удобного дивана и пройдите эту прекрасную игру как следует. Если вы настоящий фанат серии, оно того стоит. Еще через месяц игра вышла и в Европе под именем Probotector. И это третья игра с точно таким же названием. Она основана на более сложной американской версии. Хотя Continuous тут еще на один меньше. Всего четыре штуки. И да, они снова заменили всех героев на роботов. Итого у нас тут робот-мужик, робот-женщина, робот-волк и робот-робот. Хотя нет, Брауни вроде бы оставили нетронутым. Дэдай Джо и полковник Бахамут тут инопланетяне. А Доктор больше не предатель. А вместо инопланетной клетки энергетический ресурс X-Drive. Из-за чего сильно пострадали диалоги, а плохую концовку с присоединением к Бахамуту и вовсе вырезали. В общем, все по-прежнему плохо. Играйте в эту версию. Вау, сложный в этот раз выпуск. Получился три недели у меня отнял. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк. А если хотите помочь каналу и дальше выпускать крутые видео, или просто купить крутых шмоток, например, с Фэнгом из Контр-Хардкор, то заходите в наш магазин одежды. Ссылку ищите где-то в описании. Скоро увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok